Ролик стоит назвать, верни как было. Навигатор, ну напомню, кто не в курсе, я чиню навигаторы, ко мне их тащат со всего города. Так вот, принесли на обновление, я значит его обновляю, и вылетает с ошибкой нехватка оперативной памяти. Но смысл не в этой конкретной неисправности, а в том, что вообще делать в подобных ситуациях, когда оно у тебя еще на столе, ты сделать не можешь, но перед этим, перед операцией, перед самим ремонтом, ты не смог, либо не удосужился, либо опыта тебе не хватило, что так может быть, и ты, допустим, не сделал бэкап. У меня бэкап есть, но это совсем другая история. Я ученый этим плохим опытом. Как вы поступаете в ситуации, когда вам приносят какое-то устройство, допустим, что-то нужно прошить, обновить, подремонтировать, еще что-то, и оно вроде как работало у клиента, а после ваших рук оно, допустим, сломалось. Как поступить в такую ситуацию? То есть мне сейчас, в моем конкретной ситуации, мне просто придется вертать все в зад, вернуть как было, отдать клиенту извинить, сказать, что я ничего не могу сделать. И благо в моей ситуации можно вернуть все как было, и типа я вообще ничего не трогал. Но бывает ситуация, когда ты не можешь этого сделать. Вот, например, у клиента был ноутбук, все отлично работал, он решил сдать его на ТО, а у вас при разборе разлетелись петли. Ну, пластик разлетелся там, нижний поддон, нижняя часть корпуса, верхняя часть корпуса, какая-то крышка, что-то, где были крепления петель, они вырвались, отломились из-за китайского пластика, все дела. Как вы поступаете в такой ситуации? Ведь у клиента-то было все нормально, а теперь после вас его нормально не свернешь. А если свернешь, то он будет хлюпать. Как вы согласовываете с клиентом подобную ситуацию? И еще интересно узнать у вас в комментариях, а делаете ли вы бэкапы перед тем, как делать какого-то рода устройства, которые не вызывают у вас доверия заранее, либо вы знаете его какие-то типа ухи. Как вы поступаете в таких ситуациях? Пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Увидимся совсем скоро в ролике про подключение к Wi-Fi без пароля. Интересно? Увидимся!